Привет, с вами Алис Канаберилаб. Работаем с картами, смотрим прогноз погоды на ближайшие дни, делаем ее так и так. Лизмах, вы спрашивали про давление, но вот я нашел, соответственно, выход из ситуации. Теперь мы можем на карте видеть, где высокое, а где низкое давление. То есть, где вы видите вот эту букву H, это значит высокое, а где вы видите L, это значит низкое давление. Ну, сейчас вот мы смотрим качество воздуха над Канадой и видим, что здесь над Гудзоновым заливом низкое давление. Так, а вот здесь вот над Колорадо высокое давление и над Техасом тоже высокое. Здесь, кстати, пожары в Техасе, вот сообщают об этом. Судя по всему, вот Нью-Мексико тоже разгорелся там пожар, потому что, если вы видите, то погода довольно-таки сухая и ветреная, что способствует пожару. А вот в районе Великих озер у нас пониженное давление и, соответственно, там великие вероятности осадков. Так, в Южной Америке, ну вот здесь только в районе Сан-Паула и на восток от нее нечистый воздух. Смотрим Южная Африка, ну вот здесь вот высокое давление над Южной Африкой. В общем-то, воздух там чистый, свежий. И в целом, даже в Сахаре, смотрите, вот эта вот всю пыль, которая была, ее, видать, сдуло в Европу. Если вы видели там фотографии лыжных курортов, там практически они все рыжего, такого оранжевого цвета, снег, снег оранжевого цвета, потому что он покрыт, в общем-то, песком. Ну, видно, что все-таки находится здесь возможность через Ливию прогонять вот эту пыль, и она выходит все равно в Средиземное море. Вот, также отмечали люди, что пыль дошла давно не видели, аж до Псковской области. То есть, вот сюда, в этот регион, дошла пыль из Сахары, причем она шла не с юга, а вот она шла больше со Скандинавией. И вообще, если вы обратите внимание, что сейчас происходит, и вот пишут нам из Архангельска о том, что у них там плюс 8 было, и, в общем-то, для них это уже практически как жарко стало, понимаете. И тепло, что самое интересное, на Урал, на Урале же сильные морозы были, сейчас морозы отступили. Смотрите, тепло на Урал пришло с севера, со стороны Воркуты, Печоры, вот сюда, отсюда пришло Урал. Если вы обратите внимание, то вот в Тюмени минус 5, да, в Екатеринбурге 0, а на юге Урала, в Челябинске, минус 4 сейчас. Как вам такой расклад? То есть, лето теперь у нас идет не с юга, теперь у нас лето идет с севера. Вот до чего дожили-то мы. И то же самое Москву, мы видим здесь Костромапы, положительные температуры, начало все таять, ну, а, соответственно, там и в Минске, и в других регионах. Так, ну, ладно, давайте вернемся к частоте воздуха. Видим, что вот здесь Саудовская Аравия тоже с пустыней начинает надувать, но за счет вот проникновения северного ветра, вот видите, вот сюда сдувает, да, на Ближний Восток, В общем-то, пыль, наоборот, сдувается ближе к югу, и, соответственно, воздух прекрасен и свеж на Ближнем Востоке, даже в Египте, смотрите, вон, довольно-таки такой свежий пока воздух. А вот день несвежий, это, смотрите, несколько дней уже стоит, вот здесь она как котловина, да, я рассказывал вам, что здесь где-то полтора километра, высота средняя этой котловины, Там бывшее море было, а вокруг 6-километровые, 5-6-километровые горы вот так вот по кругу окружают эту котловину, и поэтому там вот как большая сковородка получается. Ну, и, соответственно, там все изжарилось, и вот пыль теперь носит справа налево, получается вот так вот. Смотрим Китай, здесь на Востоке, в общем-то, тоже пыль какая-то, но вот здесь вот в промышленной и индустриальной части как-то они тоже притихли, обратите внимание, нет такого вот, там было практически бордово-красное, как вот сейчас в Лаосе, но в Лаосе это точно пожар, вот здесь вот, а это было от предприятия, сейчас в Китае как-то стало гораздо потише. И вот, смотрите, Бангладеш, Мьян, мы здесь тоже что-то подсоединяются, Восточная Индия, как-то качество воздуха-то страдает. В Австралии здесь, ну, улучшает ситуация с пожарами, судя по всему, но вот здесь на юге еще в районе Далайда что-то там происходит, уже не знаю, что подожгли. Так, ну, давайте пересмотреть, где какие осадки у нас сейчас происходят, начнем с Европы. В Европе, вот, видно, что циклоны сейчас находятся среди земноморья, и как раз от побережья Алжира, Туниса, здесь самые дожди сейчас в Европе происходят. Ну, это Африка уже, но вот в Европе самые дожди как раз в этом регионе. И, кстати, землетрясение здесь было около Алжира, 5,2 сегодня, вот. А осадки, они не могут пройти в Европу, потому что здесь, видите, ветер вот такой дует, прям встречный. Вместо того, чтобы с запада на восток, сейчас дует ветер с востока на запад, и он просто растягивает, растягивает все эти циклоны. Они вот здесь вот, у этой Исландии, соответственно, никуда деваться им нет возможности, и они проливаются здесь дождями. В Исландии кое-где дождь, кое-где снег над океаном, и вот так вот растягивается от Норвегии, получается, до Канарских островов практически. Ой, что-то съехал. Так, ну, давайте теперь посмотрим. Да, на севере Норвегии здесь непогода, также немножко вот сюда вот, чуть восточнее Белого моря идут осадки, а так в Европе, смотрите, осадков нет. Вот, ближайшие осадки вот здесь вот к югу от Черного моря, на Кавказе, за Кавказе, ну, и здесь в основном в виде снега, понимаете, здесь это дневные температуры, солнце должно жарить сейчас вовсю. А, смотрите, в Краснодаре плюс три всего, несмотря на то, что уже солнце-то высокое, а в Паволжье-то вообще минусовые температуры. То есть, как зимой, как в январе практически, что минус шесть, минус шесть, вот, даже на юге в Астрахани минус два, в Атарау, минус четыре, понимаете, на Каспийском море. Да, и даже в Бакуу всего плюс шесть-то, и в Ашхабаде, то есть, в таких местах, где должно вовсю быть весна, но весна задерживается. В Казахстане у нас минусовые температуры, тоже пишут в Казахстане, весна не хочет приходить, Никита пишет, холод стоит уже долго, ветер холодный, когда оттепель придет. Ну, вот, будем смотреть, Никита, сейчас, как будет с температурой, ну, мне кажется, в конце марта где-то там что-то ожидалось. Смотрим теперь, здесь в Сибири у нас небольшой снежок, ну, и в основном это северний Байкал, вот, на этих широтах, да, наверх идет. Вот у нас низкое давление здесь поселилось на юго-восточной части Якутии, ну, здесь и температура чуть поменьше, а в Якутске минус двадцать один. Ну, морозит вот сейчас где-то в районе Колымы, Белая гора, минус двадцать три, но не сказать, чтобы там прям уже были серьезные морозы, то есть тридцатников-то и не видно. На Хоккайдо и Курилах мы видим здесь область низкого давления, такой циклон сейчас развернулся, да, с таким мощным хвостом, который уходит в океан. Ну, и в Японии здесь продолжает их подсыпать снежок, чтобы они продолжали работать лопатами, не отвыкли, подготовились и к следующему году, так сказать, напоследок. Так, смотрим здесь на островах Индонезии, Никабарских островов, здесь какой-то циклон находится, вот тоже область низкое давление в Индийском океане, южнее Явы, юго-восточнее Явы, ну и традиционно у нас Индонезия, Папуа и здесь даже до Новой Каледонии доходит непогода. В Австралии, в общем-то, дождей нет абсолютно, но вот такая вот система сейчас подходит к Новой Зеландии, посмотрим, во что это выльется в Новой Зеландии. Ну, довольно-таки опасный получается такой циклон. Так, что-то сегодня цепляется, давайте посмотрим, что у нас на Аляске, Фэрбэнкс минус 12, на севере вот минус 30, смотрите, на севере Аляски реально прохладно. А на юге вот здесь вот циклон находится, мощный довольно-таки, да, который снабжает осадками весь Запад Канады и даже США и даже Калифорнии. Даже Калифорнии в этом году полно дождей, то есть грех им жаловаться. И здесь вот еще один циклон, видно, с хвостом на подходе, который после этого готов опять наброситься на Канаду и Аляску. Ну, вот то, с чего мы начинали над Великими озерами, сейчас такая депрессия, хвост ее уходит сюда, в сторону Ньюфаунленда. Ну, и вот здесь так и продолжаются грозы, смотрите, в штате Джорджия, Флорида, вот здесь вот в Мексиканском заливе довольно-таки сильные грозы сейчас наблюдаются. В Бразилии на юге, да, в Парагвае вот здесь вот довольно-таки много осадков. Так, по югу Африки грозы, ну, вот серьезные осадки сейчас в районе Мозамбика, Малави, ну, и Мадагаскар сюда циклон еще приехал, особенно северная часть, мы видим, что сплошные грозы там наблюдаются. Так, ну, зато у них урожай будет, понимаете, когда вот эти вот осадки, да, они чисты, то урожай приходит. Давайте посмотрим, что у нас в ночь интересного будет. Ну, так и останется здесь над Великими озерами вот этот циклон. Вот еще система будет в океане, Исландия будет страдать и север Норвегии, понимаете, не пускает Европа вообще осадки абсолютно не пускает. И вот здесь они застряли на севере Турции, за Кавказией, немножко снежок будет в горах Средней Азии. Вот, циклоны поступают в Сибирь, в итоге сейчас вот сюда снежок приходит. Ну, и на Дальнем Востоке, здесь по Курильским островам, в сторону Камчатки идет очередная такая система депрессивная. Так, ну, и Новая Зеландия, судя по всему, накроет этот циклон в ближайшие часы. Так, завтра днем мы видим, что чуть-чуть смещается со стороны Великих озер на восток Канады этот циклон, хвост выходит в океан, то есть никому не грозит. И вот область низкое давление, довольно-таки концентрированная, вот здесь вот по югу Португалии ударит. Кое-где дождики в Средиземноморье наблюдаются, но в целом в Европе дождей нет. Все идет сюда, вот за Урал, мы видим, и в виде снега выпадает и на Дальнем Востоке. Так, ну что, давай теперь посмотрим температурный режим, где сейчас какой. Начнем давайте с Штатов. В Штатах, в общем-то, весна идет, только вот здесь кое-где в горах, там небольшие совсем морозцы на высоте в основном наблюдаются. Так, температура в основном в районе 10-15 градусов на территории, но на востоке вот здесь за счет вот этого циклона, хвоста и заноса тропического воздуха здесь повыше температуры, даже вот выше 20 градусов. В Канаде такая классическая предвесенняя погода, где-то в районе минус 5, на большей части, но на севере там посерьезнее морозцы. В Европе у нас отличнейшая погода, кстати, из Бельгии пишут, что тепло как в мае, климат явно изменился на планете. Но я хочу сказать, что я поставил две недели назад рекорд моржевания, то есть я его не собирался ставить, потому что не думал, что его можно было поставить в марте, причем уже в районе 8 марта это было. И я просто начал купаться, я что-то чувствую, как-то немножко зябко становится, я думаю, ну ладно. И я 8 минут посидел, 8 минут там с копейками, 10 секунд, по-моему, 8 минут 10 секунд, и вышел, и уже дома посмотрел на часах, что плюс 3 была температура, то есть как зимой, как январе, и 8 минут я не сидел. Я не собирался ставить рекорд, вот. И представляете, то есть это меньше, чем две недели назад был поставлен рекорд моржевания, вот. А сегодня я купался 5 минут, уже температура плюс 11, это для меня уже как летом купание, понимаете, там уже эффекта нет никакого. Вот, поэтому так быстро прогрелась вода, и да, я согласен с вами, что в этом году весна довольно-таки стремительно пришла в Европу, но здесь, смотрите, за счет чего? За счет того, что вот этот вынос тепла с Африки произошел, а потом сейчас эта система поддерживается вот восточными ветрами, и, соответственно, не дают некие осадки, некие циклоны не заходят в Европу, и поэтому так развивается. А вот здесь сейчас холодно, так это в Турции, смотрите, в Анкаре, минус 2, это дневные температуры. В Стамбуле всего плюс 3, как говорится, царь Грат и такой холод, вот. Ну и Ближний Восток, смотрите, Бейрут плюс 11, Аман плюс 8. Да, смотрел там бегуна одного в Израиле, он аж в шапочке бегает, представляете? То есть у них уже там вовсю, по идее, должно сейчас уже цветение, там рост, там всего там будет под 30 градусов уже, а они в шапках бегают, представляете? Ну и в Египте тоже, в Египте, Ливии, обратите внимание, на побережье, это совсем не жарко, то же самое в Тунисе, в Алжире температуры совсем не высокие. Ну вот тепло заходит на Урал и даже Западную Сибирь через север, потому что здесь на Поволжье просто царство холода, царство холода, которое, соответственно, поддерживается вот здесь в Казахстане, здесь, смотрите, дневные температуры минус 14 в Астане. Холод, конечно, стоит ужасный, даже в Туркменистане невозможно, нет возможности прогреться. В Сибири такая предвесенняя погода, вполне прекрасно, минус 5, минус 6, вот в Новосибирске, в Томске, в Иркутске минус 13, в Красноярске минус 7, в Якутске минус 21, но вот здесь вот, конечно, за Байкале чуть-чуть попрохладнее, нервники минус 25, могуче минус 20, так держится. Вот на Дальнем Востоке, в Приморье, здесь тоже такие за минус 10 температуры, видно даже Пхеньян всего лишь 0, и Сеул 0, то есть прохладно, прохладно. И для Японии, и для Кореи, конечно, это не те температуры, о которых они мечтали. Ну давайте посмотрим ночью, что на ночи, смотрите, за счет того, что ясная погода, вот видно, высокое давление здесь стоит, соответственно, немножко выхолаживается. Но в Западной Европе нет морозов уже, они как бы в Центральной Европе, на Балканах, вы смотрите, зато до самого юга Греции доходят. И на Ближнем Востоке, на Ближнем Востоке, обратите внимание, у нас морозы, и перемет идет вот сюда, в Южную Африку, вы смотрите, Южная Африка, и здесь подходит к ней уже холод со стороны Антарктиды, а все еще со стороны Евразии здесь оказывается по ночам влияние. Так что бедные люди в этом году, и ничему удивляться не приходится, что у них осадки довольно чистые, потому что видно, что ночи прохладные у них. Ну завтра будет примерно повторение картины того, что мы наблюдаем сегодня, хотя видно, что с севера, смотрите, тепло идет с севера, прям валится, прям вот сюда, да, и оно прямо сбивает вот этот вот холод, весь мороз по Волжи сбивает, и оно уже приходит сюда в Украину, оно уже приходит на Кавказ с севера, представляете, тепло идет с севера, не с юга, не с Саудовской Аравии, не с Ирана идет, а оно идет от Мурманска, от Архангельска, вот, и оно уже приходит в Сибирь, и немножко охлаждает Сибирь, а вот Казахстан как-то не достается ему, хотя чуть-чуть, чуть-чуть вот сюда вот видно, что все-таки со стороны Ирана, Афганистан, в Туркменистан начинает поступать теплый воздух. Ну, давай теперь посмотрим 28 марта, и здесь для жителей Казахстана есть радостная новость, что наконец-то вот здесь идет со стороны Индийского океана, видите, вот такой полоской ветер вот сюда вот поднимает, это значит, что идет оттепель, и наконец-то прогревается Казахстан, но не весь. Западный Казахстан здесь остается под влиянием низкого давления, и вот здесь уже со стороны Скандинавии, здесь теми же северными ветрами, но несется уже холод. Ну, и также высокое давление здесь со стороны Алтая, немножко в восточном Казахстане здесь оказывает холодок. Ну, вот морозец где-то в Северной Сибири находится, в Забайкале в основном, и на Колыме, ну, конечно, это уже считанные дни этого мороза, и обратите внимание, как теплеет США. Вот в США идет прям четко весна, она как будто какой-то поршень поднимается с юга на север, и, соответственно, даже прогревает Южную Канаду, сюда вот уже приходит весна. А в Европе положение не меняется, примерно такая же прекрасная будет погода. Ну, я желаю вам отличного прожжения выходных, а с вами был Алекс, канал Берегерлаб, члены отличного прожжения.